Итак, продолжаем наши разговоры на тему того, как создать новую временную линию или новую судьбу. Здравствуйте, друзья! С вами Апраксина Лада. Я снова с берега Черного моря. Сегодня в городе Хоста, а точнее район города Сочи, называется Хоста. И мы продолжаем с вами на эту тему. Я видела ваши комментарии к предыдущему моему видеовыпуску о том, как же мы создаем новую временную линию и с какими, возможно, дискомфортами или проблемами мы можем в этот момент столкнуться. Действительно, это так. Кстати, если вы не видели предыдущий выпуск, то, чтобы послушать меня сейчас, посмотрите, пожалуйста, предыдущую видео-встречу. Она так и называется «Как создать новую временную линию или судьбу». Ну что ж, а мы продолжим. Конечно, когда ты переходишь, делаешь вот этот голографический скачок, квантовый переход, и ты выбираешь для себя новую линию судьбы, создаешь, разворачиваешь вот это новое поле жизнедеятельности, конечно, у тебя происходит такой, что называется, дискомфортный переезд, потому что не только ты как дух, но и твои эмоции, твой разум, твое физическое тело, твоя энергия переезжает в новое пространство. И сегодня я решила рассказать вам о том, а как же сделать этот процесс более комфортным. И, в общем-то, эта практика, она очень простая, она основана на реальности, на том, что когда ты переезжаешь в новую судьбу, ты, конечно же, хочешь переехать в нее реально, а не просто мысленно, не просто в медитации, не просто как-то там, ну, в какой-то иллюзии, да, ты желаешь именно в реальности переехать. И для того, чтобы это сделать, ты замечаешь маркеры, про маркеры я рассказывала в предыдущем видео, и по этим маркерам ты создаешь себе новые привычки, новые привычки. Очень важно, чтобы эти привычки были стабильными. Это можно назвать новой рутиной твоей жизни. Ну, к примеру, давайте выберем простой такой момент. Если, допустим, ты у меня на марафоне 30 шагов к миллионеру, и ты уже делаешь свой переход в сценарий, когда ты живешь как миллионер. Кстати, если ты еще не на марафоне, а хочешь на него попасть, напиши, пожалуйста, об этом мне в соцсетях, я ссылочки оставляю всегда вокруг видео, и я тебя добавлю на этот марафон. Итак, если ты переезжаешь на линию судьбы, где ты миллионер, то, естественно, у миллионера есть определенные привычки. Выбери любую простую привычку, которую ты можешь себе позволить прямо сейчас. И затем, ну, к примеру, это будет какая-то процедура, какая-то там традиция, когда ты один или несколько раз в неделю пьешь какой-нибудь интересный кофе или чай в каком-то там шикарном заведении, которое посещают миллионеры. Ну, согласись, это доступно для тебя в любой ситуации жизни. При этом важно, чтобы ты выбираешь то заведение, которое стабильно, которое традиционно, которое существует много-много лет, долгое время существует. Почему? Потому что тебе важно зафиксировать, застабилизировать эти моменты. Ты выбираешь такое заведение, и ты приходишь туда впервые, пробуешь этот кофе. Да, он будет стоить несколько дороже, чем обычный, так скажем, кофе, но в этом-то и суть того, что ты переходишь в другое качество жизни. Ты пробуешь этот кофе, и сам себе, сама себе говоришь, нравится ли тебе этот кофе. Если он тебе нравится, если тебя все устраивает, а действуешь ты уже из состояния миллионера, да, как мы с вами делали эти переходы и делали эти практики, программы. Итак, если ты как миллионер одобряешь этот кофе, то ты ставишь себе в записную книжку традицию или правило, что ты обязательно приходишь в это заведение минимум два раза в месяц. Приходишь и пьешь именно этот кофе, и приходишь туда из состояния того самого миллионера, той самой линии судьбы, которую ты уже выбираешь, и уже переходишь туда. Следующий момент тоже очень важный из стабилизирующих новых привычек – это когда ты берешь свой блокнот ежедневный и начинаешь в нем прописывать свои линии событий в своем новом временном поле. Например, ты прописываешь, что, допустим, Новый год ты планируешь встретить в Париже, значит, на уикенд ближайший ты планируешь поехать в какой-то спа-комплекс и так далее. То есть ты проставляешь определенные нюансы событий, которые символизируют твою новую выбранную судьбу миллионера. Соответственно, когда у тебя есть этот план, когда он записан в твоем ежедневнике, и записываешь ты его из этого состояния, миллионера из нового состояния, то естественным образом пространство и Вселенная начинает простраивать тебе возможности, чтобы у тебя это происходило по-настоящему в реальной жизни. Также очень важно осознать, что когда ты делаешь переезд в новое пространство жизни, ты порой можешь попадать в ситуации, эти ситуации новые, непонятные, как я и говорила, дискомфортные, когда ты, ну, то есть разрываются связи с прежними людьми, появляются новые люди, ты перестаешь ходить в прежние места обычного посещения, ты начинаешь ходить в новые места. И при всем при этом иногда у тебя может быть состояние неопределенности, когда ты не понимаешь, почему, для чего ты оказываешься в том или ином месте, для чего к тебе приходят те или иные люди. Так вот, знай, что есть определенное правило. Все эти новые неопределенные места или неопределенные непонятные люди, которые возникают в твоем пространстве. Это все правильно. Все правильно. То есть важно, чтобы у тебя внутри было состояние. Все происходит правильно. Все так, как нужно сейчас. Я, может быть, не понимаю, почему это именно так сейчас, сегодня, но проживая новый сценарий миллионера в моем новом выбранном поле, я увижу впоследствии, почему и для чего это было нужно. И также важно помнить о том, что если ты совершаешь какие-то ошибки или тебе кажется, что ты совершаешь ошибки, или кому-то кажется, что ты совершаешь ошибки, знай, что в этом абсолютно ничего страшного нет. Любую ситуацию можно рассмотреть, проанализировать, понять, сделать выводы, сделать определенные какие-то там действия или решения. И самое главное, что делать это важно из нового состояния выбранного сценария жизни, а не из старой тебя. Не из старой, а из новой. Вот это тоже очень важный момент. И также, друзья, обращайте внимание на позицию, о которой я говорила в предыдущем видео, сейчас еще раз напомню и повторю. Важно собрать весь багаж твоей жизни, который у тебя уже есть, который наработан, упаковать его в чемодан, закрыть этот чемодан, отставить чемодан в сторону и оглянуться, посмотреть по сторонам и сказать, окей, то, что у меня было, это было. То, что я умею, я это умею, я это знаю. А что я выбираю сейчас? Чем таким я могу заняться сейчас для того, чтобы у меня реализовалась та самая новая сценарная линия, которую я выбираю? И тогда ты как бы не взаимосвязываешь. То есть нейронные связи, они не опираются на предыдущий опыт вообще. Иными словами, ты как будто бы как птица расправляешь крылья, взлетаешь, смотришь на всю свою жизнь с высоты, с высока и наблюдаешь, что приятного и интересного ты можешь найти в этом чистом, свободном состоянии полета. И то, что тебе нравится, то, на что ты обращаешь внимание вот в этом чистом, свободном полете, туда и приземляйся. Ну, если сравнить с птицей, то выбирай дерево, где тебе приятно посидеть, выбирай камешек, то есть выбирай там какое-то, пролететь над каким-то полем. Делай так, как ты в свободе, чистого пространства, в своей новой жизни ощущаешь, как важно, как приятно, как нужно сделать, так и действуй. И, в общем-то, это, согласись, очень простой метод, очень простая техника. И, кстати, если тебе кажется, что это не сработает, то снова вернись к тем моментам, когда мы обсуждали, как выбирать новую линию судьбы. Снова и снова выбирай, и снова и снова пробуй, тренируйся, действуй из нового состояния. С вами была Апраксина Лада с берега Черного моря, и мы обязательно с вами увидимся вновь. А если вы случайно или впервые на моем канале, то непременно подпишитесь, поставьте лайки, колокольчики и задавайте вопросы в комментариях. А также в описании я оставляю всегда ссылочки на все мои соцсети. Можете переходить и задавать вопросы там тоже. Всем хорошего дня.